С такой наружности, с таким чудным голосом нельзя грешно сидеть в деревне. Мы не предполагали, что вы умеете произносить столь нежные слова. Мы копаем землю в поисках золота, потому что нас прельщает золото, а не потому что нам нравится копать. Хотите отказаться? Вас прислали сюда пошутить с нами. Читаете? Я вспомнила. Только это... это отрывок из статьи. Это что-то докаданское, что может быть скучнее. Ну что же делать? Давай, валяй! Дождешься, что тебя все бёбра переломают! Начинайте, начинайте. Людей в наше время, больших артистов, было, конечно, поболее, чем сейчас. Вот когда сейчас мелькает сонвище звезд, звездопад такой, что можно просто преклонять голову, чтобы не убило, и возникают фигуры Доронинского масштаба, начинаешь понимать, что это такое понятие. Звезда тогда не было вообще. Звезда, не звезда. Появилось явление. Вот Татьяна Васильевна явление. Все индивидуально. Такое существо, я имею в виду суть Татьяны Васильевны, Танечки, оно совершенно отличается от всего. Это её жизнь. Понимаете? Это её жизнь. Вот это, она Богом назначена вот на это место. Манера, голос, который подражали тысячи пародистов, пародисток. Это такой был кайф показать Доронину, потому что очень яркая индивидуальность и очень легко схватить. Красивая, большая, манкая такая, увлекающая. Татьяна Васильевна училась у Павла Масальского. Курс был одним из самых сильных. Вместе с ней учились Евгений Евстигнеев, Михаил Казаков и Олег Басилашвили. В 1955 году состоялся дебют Дорониной в кино. Татьяна сыграла Зою в мелодраме Михаила Колотозова «Первый эшелон». В этой картине вместе с Дорониной дебютировали Олег Ефремов, Нина Дорошина, Эльза Леждей. Поварихами посылают по бригадам. Я не ехала к вам из Мурманска кашу варить. Вот что. А варить больше кашу, это же великое дело. Вы же недооцениваете питание в строительстве коммунина. На своем курсе Татьяна сразу поразила мужские сердца красотой, но была независимой и горда. Сама Татьяна Васильевна видит свою судьбу как цепь невероятных несправедливостей и роковых несовпадений. Однокурсник Виктор Сергачев вспоминает, как на студийном собрании разбирали Доронину за примадонство. Предлагали ее даже стипендии лишить и дать выговор по комсомольской части. Когда после третьего курса, перед четвертым, меня утвердили в фильме Колотозова и составлялся договор с ними, я сказала, что у меня четвертый курс и мне очень важно сыграть дипломные работы. Тем более, что своему замечательному учителю Борису Ильичу Вершелову, который преподавал у нас актерское мастерство, я дала слово, что я обязательно буду к первому числу, потому что там было определение, и я должна была играть нору Ипсона. Съемки, что такое съемки, которые для меня никогда не были чем-то дорогим, и я от очень многого отказалась и не жалею. Они всегда столь неорганизованные, столь хаотичные. И поэтому, когда я пришла к Колотозову за три дня до первого сентября, и сказала, что я не могу, у меня дипломные спектакли, и я дала слово своему преподавателю. Он закричал, что это, при чем здесь ваш преподаватель, при чем здесь ваш диплом, это делается в фильм, вас во славу освоения целины, и вы с этим детским лепетом никуда. Я тогда сказала, я просто улечу. И я улетела. Она на артистку училась. Погружаюсь в сон, переношусь в Москву. Когда я уехала со съемок, на которых мне не было нужно для того, чтобы, как или иначе, начать репетировать свои дипломные спектакли, оказалось, что в школу-студию пришло письмо из группы, в которой меня обвинили в отсутствии дисциплины. И, очевидно, с пожеланием, чтобы меня за это наказали. Меня наказали. Значит, роль Норы получила совсем другая актриса. Еще одну какую-то большую роль тоже. Она меня миновала. И в глубокой разведке мне дали всего-навсего не героиню, а Клаву. И дальше организовали комсомольское собрание. Подготовленное к выступлению некоторые товарищи во главе с Мишей Казакова стали порочить меня и говорить, какая я плохая. Это было удивительно, потому что такой плохой я не была все предыдущие три года. А здесь оказалась такая плохая. И я, значит, так или иначе стала узнавать, почему же я такая плохая. И здесь разговор был с этим замечательным, прекрасный был Николай Достель. По-моему, папа вот нынешнего Николая Достеля. Чудесный совершенно человек, который сказал, ты меня уж не выдавай, пожалуйста, но артист такой-то, который снимался в этом фильме, он дружит с героиней художественного театра. И я не скажу, что по ее просьбе, но это не исключаю, было написано это письмо для того, чтобы тебя не взяли в Амхат. Вот и все. Вот это была такая главная несправедливость в начале, которая оказалась очень большим счастьем. Потому что я подумала, если бы меня взяли тогда в Амхат, то они проглотили бы и сожрали меня. Я, очевидно, в первый же сезон моего существования. И тогда не было бы, во-первых, премьеры моей самой первой и любимой по пьесе Александра Алексеевича Володина «Фабричная девчонка», которая, так сказать, обозначила меня сразу как одаренного человека. И были потрясающие рецензии. И было определено сразу такое место в театральном мире. Не было бы Товстоногова, не было бы Луспекаева, Смоктуновского, Стрижельчика, Капеляна, Лаврова, Кирочки. Ничего бы этого не было. И меня бы не было. И не было бы Надежды Монаховой и Настасьи Филипповны. И старшей сестры не было, и лужки в поднятой целинии. Ничего бы этого не было. Я думаю, Боже мой, как я Тебе благодарна, Господь, что Ты распорядился вот так вот. Какая б не досталась, Какая б не досталась, Какая б не была. Работа не в усталость, Работа не в усталость, Когда она мила. И как сдвигают горы, И как сдвигают горы, Понятно без слов. Когда по горло, Когда по горло Входишь в время слов. Ну, видите, я очень был под большим влиянием не аваристических фильмов и итальянских. И все уже снимал как в жизни. И поэтому, вот, например, старшей сестре у меня не было ни одного человека в массовке. Я Татьяну Васильевну, эту великую русскую актрису, тогда еще молодую, еще неизвестную, А после старшей сестры она просто, ну, стала символом целого поколения. Я просил, чтобы оператор поставил камеру где-то на улице в таком незаметном месте, а Татьяна Васильевна просила ее вот так, Татьяна Васильевна, вы по сигналу начали, пойдете по этой улице среди народа и будьте такой же, как все остальные. Садитесь в автобус, как вам удастся. Удастся впереди, удастся позади тех людей, которые садят. И поэтому картина получилась очень правдивой. Мы провели пробы Доронина, Чурикова еще до Панфиловского периода, он с ней еще тогда знаком, он даже не был, Виталий Соловин, который тоже никогда не снимался, Михаил Анжаров. Я снял пробы, и они мне очень понравились. И когда, значит, я показывал художественный совет на Масфильме, мне не утвердили никого. Таня Доронина говорит как-то вкрадчиво, тихо, как-то звукооператор ее сумел вывести, что ее все-таки слышно по звуку. Этой девочке кино противопоказано. Наташа Тинякова, Георгий Григорьевич, вы же окончили в ГИК режиссерский, у вас были занятия по технике речи, как же вы берете девочку, у которой каш полный рот. А вы, считайте, читали сценарии, которые ставите, я говорю, я наизусть знаю. Я хочу спросить, вы любите театр, как люблю его я? То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем уступлением, которому способна только пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного. Лучше сказать, вы можете не любить театр больше всего на свете. Является он постоянным возбудителем ваших чувств, способный во всякое время при любых обстоятельствах волновать, возбуждать их, как вздымает ураган песчаные метели в беспрежных степях Аравии. Театр это храм, это подлинный храм искусства, при входе, в который вы мгновенно отделяетесь от земли, забываете о житейских отношениях. Здесь ваше холодное я исчезает, растворяется в пламенном эфире любви. И должен сказать мне это, конечно, очень большая честь, что когда картину отправили еще до выхода в Советском Союзе на экраны, отправили на декаду кино в Рим и Милан. В числе десяти картин. И вот когда публика увидела картину «Старшая сестра» и эту необыкновенной красоты русскую девушку, ну, которой была Татьяна Васильевна, это был триумф. И нашу картину сразу признали картиной мирового уровня неориалистических фильмов. Уж сказали, что это лучшая советская неориалистическая картина, а также и мирового. И Таню сравнивали с Марией Монро, что на нее похожа, но Таню нельзя ни с кем сравнивать, она несравненная, она доронена. Это великое слово кино. Вот видите, мы сняли их в том возрасте, и они до сих пор новому поколению молодые, однокашники, понимаете. почему вы улыбаетесь? Так? Просто так, да? Просто так. Я не люблю, когда так улыбаются. Вы мне просто попали под настроение. Нет, я просто вам понравился. Когда еще вон там сидел, на вас смотрел, уже понравился. Чепуха. Понравился? Да. Ну и что? Так на будущее. Слушайте, давайте попробуем говорить друг другу только правду. Это мало кому удавалось. Это у меня сейчас совершенно потрясающее отношение с Татьяной Васильевной Дорониной. Но это годы нас как-то вот возникло в нас ощущение радости друг за друга. А тогда мне было очень трудно. Я молодой актер, она опытная, уже такая звезда. Такая Татьяна Доронина. И она вас встроила? Не понял. Встроила вас? Встроила ли меня? Ну да, так сказать. Ну там все строилось, так сказать. О какой чепухе мы сейчас говорим. Разве сейчас об этом надо говорить? Я люблю тебя. Я тебя люблю. За железным занавесом все знали, кто такая Мерлин Монро, Марлен Дитрих, Грета Гарба. Ну, Грету Гарбу несколько показывали. Дама с камериями была. Кто такая Анна Корена знали? И вдруг масса девушек в Авгеке и юных киноведок начинает писать дипломы про Грету Гарба, Мерлин Монро, про феномен звездности Любови Орловой. И вот это поколение, которое жаждет этой красоты, чувств, эротики и гламура, вдруг обнаружилось, что у нас была одна актриса, которая самую себя воспринимала вероятно так же, как Гарба, которая любила войти в какой-нибудь там зал, где идет фильм с ее участием, постоять и сказать, как она прекрасна, и уйти. Вот как она прекрасна. Отражение на экране, как оно прекрасно. И вот возник некий особый женский культ вокруг фильма еще раз про любовь. Не старший сестры, разумеется, не фильма Татьяны Льозновой Тритополина Плющихи, хотя, наверное, всерьез может быть, что эти фильмы и выше, и лучше, тут не о рангах речи, а о градусе поклонения. Этот фильм очень красив. Он сделан вокруг красоты женщины. Это красота сделанная, сделанная ей со мною. Интонации Доронина в этом фильме это абсолютно эротика, женственность, что-то необычайное. Вот эта знаменитая фраза «Отчень одухотворенный товарищ». Совершенно очевидно, что это никакая не подражание, что эта картина никакого не подражания девяти дням одного года. Это так женщина видит двух мужчин, умного, положительного Ширманда и вот такого одухотворенного товарища Лазарева. Я ненавижу Я ненавижу людей, которые... Перестань. ...которые всю свою жизнь не живут, а оправдываются собственной слабостью и при этом еще рыдают от жалости к самому себе, любимому. Ты посмотри, что я тебе скажу. У тебя все будет очень хорошо. Да? У тебя все будет просто великолепно. Ты мне поверь, у тебя все будет очень хорошо. А сейчас иди домой. Наташка, можно мне с тобой потанцевать, что ли? Потанцевать, да, конечно. А давай потанцуй. Давай потанцуй. Не. Не надо. Мы очень хорошо работали над фильмом. Еще раз про любовь. Вот. И там вот Сашенька покойный. Ой, все покойные, покойные. И несмотря на то, что особи были совершенно разные, совершенно не ссорились. И, может быть, потому, что все эти роли, которые существовали в этой пьесе Родинского, они были же раньше сыграны в театрах. Танечка играла это у Товстоногова, а я играл у Эфроса в Ленкоме. Поэтому там мне надо было начинать сначала. Там нужно было соединиться, понюхать друг друга, приспособиться. По-моему, мы это сделали симпатично. Сейчас иногда это показывают, а это тоже страшно вспомнить, сколько лет назад. Вот. и, как говорится, не стыдно. Какие вы все красивые, какие вы все талантливые, какие вы все одухотворенные. Саня Ширвинд, это к тебе тоже относится. Здравствуй, Саша. Сашенька, отойди от Сани, подойди сюда поближе. Я хочу сказать тебе одному. Ты знаешь, в последнее время мне приходится очень много петь, поэтому пить мне удобнее для тебя. Я сейчас для тебя спою хорошие слова. Я твердила о моряхах и кораллах, Я поесть мечтала суп черепашей, Я шагнула на корабль, А кораблик Оказался из газеты вчерашней, То одна зима идет, то другая, И метели за окном завывают, Только в клетках говорят попугаи, А в лесу они язык забывают, Только в клетках говорят попугаи, А в лесу они язык забывают. То, что мне удалось сделать в 70-х, в 60-х годах, это на благо моей биографии, потому что на гастроли так сказать всю страну не объедешь и не увидишь, и тебя не увидят. А благодаря этим фильмам и «Трем тополям», и «Мачехе», и «Еще раз про любовь», и «Старшей сестре» мы так взаимопознакомились. И такое чудо взаимопонимания произошло, и я счастлива, что оно произошло, потому что это помогает мне жить. А судя по их письмам, я им в той или в другой мере кому-то тоже помогла. А что, ты кучейство выключаешь? Ищешь чего? Чего? Песню одну хочу найти. Ее часто передают. Песню? Какую же? Чудное название. Нежность. Нежность? Так и называется. А про что? Ну, там разве песню расскажешь? А, ну да. Вот мне одна песня, которая очень нравится. Я не знаю, как она называется. Ну, напой. Как это? Спеть. Спой. Что так все спеть? Спеть. Ты-то отвернись, а то я и так собьюсь. опустила небо без тебя. Ой, как мне несколько часов прожить. Листья падают в пустых садах. И куда-то все спешат такси. Только пусто без тебя. Одной на земле. А ты все летишь, и тебе дарят звезды свою нежность. Говорят, что даже, я читала где-то, что даже уже после раздела МХАТа вы все равно продолжали все равно общаться. Это правда или нет? Ну, конечно, правда. Олег Николаевич, потрясающий актер. Слушай, только одного не могу понять. Ну, какого дьявола ты посылала мне поздравления на каждый праздник? Какого дьявола? Ну, что ты, ну, что ты, ну. Кричишь. Всем знакомым посылала открытки на праздник. Людям приятно, когда о них помнят. В жизни не так уж много тепла. Олег Николаевич, возьмите, пожалуйста, трубку. Алло. Здрасте. Да. Значит, там собирают весь творческий состав. То есть, и опять это, и оркестр, опять. Ну, потому что он входит в творческий состав. То есть, из-за чего тогда и последний раз возникло-то это, понимаете, когда все они хотели выбирать худсовет. Это невозможно. Да. Да. Работать. Ну, да. Да. Да, по-моему, да. То, что названо разделением, это не являлось разделением. Ни в коем случае. Это являлось просто... Олег Николаевич решил освободиться от части трупа. И кто-то ему это... Зная последующие линию разрушения, начал разрушать идеологию искусства театра с разрушения художественного театра. И вот это... Куда пойдет другая часть трупа, которую вы не берете? А куда угодно. Хоть в клуб «Каучук». Это цинизм. Репетиции Перламутрова и Зинаиды продолжались. По вечерам давались спектакли, но театр жил неспокойно. Атмосфера накалялась. Противники Ефремовской идеи собирались, что-то неистово обсуждали, вывешивали объявления, но говорить перед нашей камерой отказывались. И даже на решающем собрании они не разрешили нам записать на пленку свои выступления. Впрочем, это собрание, на котором присутствовал министр культуры и которое должно было все решить, так ничего и не решило. Борьба продолжалась. Этого разделения не было. Был просто выгон на улицу фактически. И то, что кто-то заступился из здания, осталось. И сейчас имеем репертуар из 25 названий. И то, что ходят и очень долго аплодируют нам зрители. И то, что о нас хорошо пишут. Не во всех газетах. Это знак нашего существования. У меня есть все-таки немутновенно начальственное начальственное начало, извините за тавтологию. Она руководит театром так давно и мощно. А театр в центре Москвы, и я знаю, как ее любят и боятся, уважают и стесняются, трепещут и надеются. Она сказала, девочка, нельзя ходить в Амхат в джинсах, и в свитере, и в кроссовках. Я сказала, дело в том, что это мое детство, у меня больше ничего нет. А она говорит, значит, в субботу распродаж в театре? Приходи. Она купила мне юбку и туфли. Я очень рад передать ей через большой экран свои симпатии, любовь, преклонение и надежду, что, может быть, какой-нибудь ремейк очередной уже не про нас снимут, а мы с Танечкой снимем какой-нибудь, не хочу сказать старческий, но возрастной ремейк. Вот. И еще раз прикоснемся друг к другу как партнеры. Вы любите театр, как люблю его я. То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем иступлением, которому способна только пылкая молодость, жадная и страстная это впечатление изящное. Лучше сказать. Вы можете не любить театра больше всего на свете. Является он постоянным возбудителем ваших чувств, способный во всякое время при любых обстоятельствах волновать, возбуждать их, как вздымает ураган песчаные метели в безбрежных степях Аравии. Театр — это храм. Это подлинный храм искусства, при входе, в который вы мгновенно отделяетесь от земли, забываете о житейских отношениях, здесь ваше холодное «я» исчезает, растворяется в пламенном эфире любви. Если вас мучат мысли о трудном подвиге вашей жизни и о слабости ваших сил, здесь вы ее забудете. Если когда-нибудь в ваших мечтах мелькал пленительный образ, забытый теперь вами, забытый, как мечта несбыточная, в театре этот образ явится вновь, и вы увидите его глаза, устремленные на вас тоской и любовью, вступайте, вступайте в театр, живите и умрите в нем, если можете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова